Добрый вечер! Не почему вернулись, а почему ушли. Потому что этот ваш жест был не совсем понятен. Он как-то был слишком эмоциональным, на мой взгляд. И вот я задам сразу вопрос телезрителям. Сегодня много вопросов телезрителям. Я постараюсь все задавать. Я так по темам разбил их. Мы в прямом эфире. Можете еще задавать. Я буду проверять во время рекламы. Максим Байбус задал очень вопрос прямолинейный. Спросите, почему усатый повел себя как обиженный школьник? Ну, начнем с того, что если внимательно вы пересмотрите и телезрители, и ваши коллеги-журналисты то, что я сказал летом 2021 года, то я выразился абсолютно четко. И сказал, что я беру паузу. Я буду готовить съезд нашей партии, на котором смогут избрать председателя, вице-председателя и так далее. То есть я не сказал, что ухожу из политики. Сказал, что беру паузу. Все дали, что усатый пришел. В этом году все пишут, что усатый пришел. Хотя усатый никуда не уходил. Так же, как вы высказались, добро пожаловать в Молдову. Я в Молдове находился большую часть времени за годы и четыре месяца моего отсутствия в личном пространстве. Я просто не публиковал. Никогда я приезжаю, никогда я уезжаю. Вот в этом разница. Мы видели в вашем инстаграме и в фейсбуке в основном фотографии с рыбалки на Дунае, с охоты в румынских лесах. Анатолий, вы знаете, что, во-первых, отвечу на вопрос телезрителя, потом поговорим про охоту и рыбалку. Да. Значит, я всегда говорил правду и делал то, что мне подсказывало мое сердце. Если я ошибался в своих каких-то действиях, мне никогда не было стыдно извиниться за то, что я сделал, может быть, не совсем корректно. Люди, которые говорят правду, которые как-то проявляют свои чувства, это не значит, что они слабые, это не значит, что они глупые или наивные. Это просто люди, которые очень уверены в себе и им не нужна маска. Вот у меня этой маски никогда не было, которой привыкли граждане нашей страны за последние 30 лет. Вы абсолютно правы. Привыкли видеть в политиках. Да, привыкли видеть политиков. Я человек. Я когда выдвигался, не помню, на должность примара Бельца или президента, я сказал, что я не иконой не претендую ей быть. Я такой же человек, как все остальные люди. Просто почему-то в обычной жизни, повседневной, люди могут извиняться или как-то критиковать свои же решения предыдущие. А в политической ни один политик никогда ни в чем не признается. То есть они будут находить миллион аргументов, рассказать, что это было вынуждено, это была специальная операция по разоблачению Плохотнюка. Они говорят, другие кричат за спасение Молдовы и так далее. Да, я честно сказал у одного из ваших коллег в программе и готов это повторить у вас и на каждой встрече с избирателями мы можем этот вопрос обсудить. Да, после выборов парламентских в 2021 году меня задел результат нашей партии в Бельцах. То есть он был для меня непонятен, потому что все, что я слышал от бельчан с 2015 года, когда я стал первый раз примаром, включая 2021, вот смотрите, при коммунистах продали центральный парк, превратили свадебные залы, вот смотрите, украли все платиновые участки в городе, смотрите, не делались абсолютно дороги, тротуары, не проводились никаких мероприятий и не вкладывалось в развитие молодежи и спорта. И тут те, про которых мне жаловались все эти годы, набирают около 50%. Я говорю про блок коммунистов и социалистов. Да, социалистов не было власти, люди мне говорили про коммунистов. Хотя социалисты это бывшие коммунисты и те, кто есть в Бельцах и были и так далее. То есть у нас же большая часть партии создается из перебежчиков из предыдущих. Понимаете, и неважно это, социалисты были все коммунистами, весь пас сегодня это бывшие ЛДПМ и так далее, и так далее. Поэтому я это воспринял как... Как вот у меня доверие. Никак не вот у меня доверие, я это воспринял как пощечину. Как личную обиду. Как пощечину, потому что как, вы все говорите, у нас украли это, приватизировали кучу мест на центральном рынке, парковки на рынке Байдуковых. В Бельцах продали почти все. То есть я когда стал мэром в 15-м году, даже отбивали, умудрились незадолго до выборов возле танка по торговый центр, который знает вся сторона, по торговый центр отдать участок. Клумба напротив пожарника в центре города и так далее, и так далее. Тем не менее проголосовали за тех, кто... Да, за тех, кого они обвиняли. Еще раз, не я обвинял, они обвиняли. Значит, я согласен с вами, с телезрителями, которые говорят о том, что это было слишком эмоциональное, поспешное решение. Потому что прошло всего лишь несколько месяцев, и я понял, что это было поспешное решение и ошибка. Почему? Потому что когда я подал в отставку и увидел результаты и первого тура, и второго тура на досрочных местных выборах Бельцы, Бельцы просто был шокирован другим. Я даже написал по результатам первого тура, написал тогда один из всего лишь нескольких за полтора года постов, связанных в политике. Что люди, которые смотрят телевизор, никогда не читают книги. Или люди, которые читают книги, никогда не будут смотреть телевизор. Короче, я был шокирован, потому что партию Шор тоже обвиняли в воровстве. И по сегодняшний день и лидер партии Шор, и какое-то количество депутатов. То есть даже Плохотнюк не мог их прикрыть, и да, он их оставил на свободе, но возбуждены уголовные дела были еще при Плохотнюке. Потому что был огромный резонанс не только внутри страны, а и за ее пределами. И тут я вижу Таубер, который набрал почти 50%. Да, да, 48%. И тогда я думаю, о, Бонасара, тушим свет. Приплыли. Приплыли. И если бы сняли Таубер перед первым туром, потому что нарушения же были задокументированы полицией перед первым, и ее не виктимизировали бы, ну, снятием за несколько дней, потому что, вы помните, нас снимали в 2014 году, но нас снимали за несколько выборов, дней до парламентских выборов. Поэтому я был шокирован. Дальше шокирован этим. Но больше всего я был шокирован следующим. Что-то я ничего не понимаю. Я подал в отставку, потому что я воспринял, что люди, как личное оскорбление, то, что люди голосовали за ту партию, которую они ввели в грабеже Бельцу. Все эти годы, и в том, что ничего не делалось, дороги не делались, 30 лет не внутри кварталка, не другие работы. И тут, когда я увидел, что этот же блок социалистов и коммунистов оказался на четвертом месте после ПАС, потому что Таубер была Григориша, ПАС, да, я про местный. Да, но Анатолий, я имею в виду это всего лишь через пару, несколько месяцев. После парламентских, это не то, что прошел год или два, понимаете, и то есть, я думаю, как, что-то я ничего не понял. Ну-ка, и я начал, и я заказал несколько исследований, опросов. Это парадоксы местных выборов, парламентских выборов. Нет, так вот в этом была моя ошибка, потому что, когда я заказал опрос, после того, что я увидел, что произошло на досрочных местах, и когда я увидел цифры, такие же, как были и в 15-м и 19-м году, я имею в виду, насколько бельчане были согласны, что и как дел усатый. И что, эти опросы благоприятные для вас? То есть, у усатого бельца проблем не было и нет. То есть, просто люди, когда идут на парламентские выборы, они голосуют уже не за конкретного человека, а голосуют за команду. И да, моя ошибка как лидера партии, первая, это из работы над ошибками, нельзя быть сегодня в Молдове, подчеркиваю, и председателем партии, и примаром. Почему? Потому что, если ты мэр города, ты не можешь параллельно ездить по всей стране, а нужно ездить по всей стране, строить первичные организации, строить партию, общаться с людьми и так далее. То есть, мэр города – это заложник, понимаете? Расскажите об этом, Иван Иванович Барков. Да, это я, я думаю, он сам с этим столкнется, мне ему рассказывать не надо. Вы сказали, что когда ушли, журналисты интерпретировали, что вы ушли. Но вы правильно, вы сказали, что… Я беру паузу. Будет съезд партии, изберут председателя, вице-председателя. Мы журналисты это восприняли, что вот усатый через два месяца проведет съезд партии и передаст партию в надежные другие руки. Не знаю кому. Анатолий, вот видите, а я после того, как допустил ряд ошибок в 14-м, 15-м, 16-м, ну когда высказывался Анатолий иную тему, я начал очень четко высказываться, чтобы не давать. Если бы я сказал, что я ухожу и передаю партию, я бы это сделал. Почему не созвали съезд до сих пор? Прошло, слава богу, уже почти два года, ну полтора года. Я консультировался со своими коллегами на эту тему, мне говорили, не спеши. Также… Со съездом? Да, со съездом. Также я вам скажу, что мои коллеги, причем я говорю не про Бельс, я говорю про всю страну, не подавая в отставку, нужно дальше работать. А съезд будет или нет? Съезд будет? Съезд, конечно. Когда? Я надеюсь, в самое ближайшее время. Я объявлю дату, я не хочу назвать дату, ее нету. А команда есть? Анатолий, есть команда, я хочу поблагодарить всех тех, кто с первого дня… Если вы не ушли, я хорошо буду говорить, вы взяли паузу, а ваши коллеги, многие разбежались. Или Анкашу там где-то в Аргееве, Дмитрий Чубашенко там за кого-то топит. Смотрите, это не команда, Антолий, есть ситуация, ситуация заключается в следующем. Когда у нас мы… Я, вернее, объявил о паузе, и как я считаю, что я дал достаточно времени и правящей коалиции… Не правящей коалиции, а правящей власти, потому что у нас одна партия. Правящей партией, да. Правящей партией. И оппозиции показать свои возможности, я же дал год, я же не вышел ни через месяц, ни через неделю, как некоторые, ни через три. Было достаточно времени проявить себя одним и другим. Раз люди не разбежались, Антолий, это важный момент. И Анкашу пришел, честно сказал, говорит, если у нас мы активно в ближайшее время и не будем заниматься политикой паузы очень длинной, у меня семья, дети, нужно пойти устроиться на работу. Правильно. И в этом нет ничего стыдного, понимаете, то есть человек пошел устроиться, он же не написал, что там ухожу, там или… Нет, так и понятно, у всех… Да, то есть у каждого какие-то бытовые проблемы. Очень многие, за что я благодарен многим, очень многие не пошли к Шору, который пытался купить и наших примаров, и многих советников и так далее. Пошли единицы, но большая часть Антолий, знаете, что сделали? Уехали на заработки, кто в Италию, кто в Россию и так далее. То есть они не продались, и поэтому я благодарен всем, кто со мной с первого дня. А чтобы был качественный съезд партии, про который вы спросили, а не постановочный какой-то, да? Мы видели, мы всегда съезд, и когда нам не регистрировали партию, было, например, 5000 человек, это был на парковке перед одним торговым центром на Чеканах, чтобы под камеру видели реальное присутствие людей. Может, они говорили, что людей реальных нет, кто подписался за создание нашей партии. Поэтому мы все эти мероприятия транслировали в онлайн. Я никогда не был сторонником провести съезды, это должно быть публичное мероприятие. Можно не проводить в прямом эфире там национальный совет партии. В последнее время не очень публично проводится съезд партии. У нас все, что вы найдете в историю, и, по-моему, вы с журналистами в 14-м или в 15-м... Нет, я на партийных съездах не присутствовал. Ну, окей, были многие представители СМИ. Я имею в виду, что это нужно делать публично. Я хочу проехать всю страну, секунды буквально. Я хочу реформировать некоторые структуры. У меня посоветовка. Очень много вопросов. Создать новых, потому что я до многих сел в нашей стране физически не дошел, потому что был примаром университета. Прямо как Игорь Николаевич Дадон. Послушайте, еще раз. Давайте вот каждый... Не надо меня сравнивать. Да, не надо меня ни с кем сравнивать. Вопрос Виктору Нестриану. Вы упомянули просто, мы уходим от этой темы. Последний вопрос. Зачем вы создали блок на выборах? Потому что сейчас многие не помнят, что был блок Рената Усатова, а не наша партия. По моим ощущениям, разницы никакой, потому что вы все равно не добрали до 5%, чтобы пройти как партия. Да, но это не согласен, но есть другое. Потому что когда была одним из политических конкурентов организована точечная реклама, которую я разобрал, поверьте мне, с одним из лучших специалистов на земной шаре. Я имею в виду по технической рекламе, не по... И когда мне показали, как происходили некоторые вещи, например, некоторые избиратели, которые сидели, выбирали между ПАС и блоком Усатова. А человек до этого, например, пользовался только сайтом, там, мобиле ДАЕ, там, гороскопе ТАЕ, то есть его не было даже в соцсетях. Последнюю неделю, знаете, какие он сообщения получал? Он не получал сообщения, что партия ПАС, молодцы. Они не получали сообщения, что Усатый Ренат очень плохой. Появились некоторые комментаторы-аналитики, которые говорили, ну, в партии есть специалисты, и Усатый неплохой парень, но у них шансов нет, они не пройдут в парламент. И тем самым все вот эти опросы, ведь все опросы с первого дня кричали, что мы не пройдем в парламент, и давали тот результат, который мы набрали, даже проведя огромную работу. А блок был создан, это вынужденная мера, потому что Игорь Николаевич тогда нашел спойлеров, там, наших, не ваших и так далее, то есть практически идентичное название с нашей партией, и это была где-то вынужденная мера. Но я сейчас жалею об этом и считаю, что это была ошибкой, потому что мы тем самым дали еще больше возможности нашим конкурентам забивать людям в голову тем, что они не пройдут, они не пройдут, вы потеряете. Если была наша партия, может быть, набрали бы 5%. Нет, проблема в том, что могли набрать и 10. Знаете почему? Такая большая разница. Потому что сегодня, например, моя задача, чтобы в кратчайшие сроки, вот сегодня люди привыкли к тому, что все новости последние 3 года, и у вас, вот другие коллеги пишут, в следующий парламент проходят 3 партии. Партия социалистов, ПАС и ШОР, да? И вот люди к этим заголовкам за год привыкли. Если я в кратчайшие сроки за 3-4 месяца поломаю эти стереотипы, максимум полгода, и следующие заголовки будут в парламент проходить 4 партии, и опросы это подтвердят, то поверьте, когда ты являешься проходным, я помню это по 2014-2015 году, люди приходят в партию в разы больше, и сторонников становится больше. Потому что синдром потерять свой голос у молдавских избирателей... Все это очень теоретически, посмотрим. Это не теоретически, Анатолий. Я сказал, что я дальше без науки. Вот раньше я мог очень многие вещи делать по интуиции. А, теперь по науке все. Нет, ну есть вещи, против которых нельзя идти. Когда я предлагал план модернизации страны, как пункт номер один в моей программе, да, может это правильно, невозможно даже построить дом, ты сначала заказываешь проект и так далее. Это перед выборами. А ПАС и остальные партии заказывали опросы, видели, чего хотят люди услышать в этих опросах, и толдычили про зарплаты в тысячу евро, пенсии в полторы и так далее. Просто дурачили людей. Сейчас все задаются вопросом, в том числе ваши политические оппоненты. Кто заслал Усатого? Кто его вернул? Помните эту игру у Деброва, да? А, Б, Ц, Д? Россия, Румыния, Европа, Америка. Какой вариант ответа вы выбираете? Вариант пятый. Пятый? Звонок другу. Не звонок другу. Звонок другу делать не будем, нет. Меня заставило вернуться то, что я хочу жить дома у нас в Молдове. Все знают, что я жил более 10 лет в Москве. Последний год я находился больше в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Румынии. Я хочу жить дома. И буду я жить дома в Кишиневе, в Бельцах или в Олештах, я дома буду жить, Анатолий. Мы с вами когда-то познакомились, вернее, когда я вас увидел первый раз. Это была пресс-конференция в 2010 или 2011 году, связанная с Универсалбанком, Вимфатай, когда я вас увидел первый раз. И, Анатолий, у меня всю жизнь, когда я жил вдалеке от страны, у меня в душе играла молдавская музыка. Я прилетал домой каждые выходные. А если я хочу жить дома, Анатолий, то мне не все равно, кто и как руководить сегодня нашей страной. Поэтому не любовь к родине, еще раз, любовь к родине, это очень важно. И это должно присутствовать у каждого человека. Каждый поэтому относится. Просто когда нашей страной более 30 лет руководят разные политические силы, которые уничтожали все, что нам осталось по наследству от Советского Союза, и не важно. И те, кто называли себя пророссийскими партиями, и проевропейскими, и унионисты, все грабили то, что осталось нам наследство от Советского Союза, и никто ничего не делал. И дальше, а мне хочется поработать, Анатолий, даже вы увидите то, о чем я готов говорить с вами и со всеми вашими коллегами, я не хочу заниматься расследованиями какими-то, да, потому что меня постоянно плохотнюк-филат затягивали. Разоблачений уже не будет. Нет, вопрос не в разоблачении. Нет, если кто-то что-то украдет, то есть если это будет история связана с национальной или экономической безопасностью нашей страны, а спуску никому не дам, как и не давал. Но погружаться в это я не буду, потому что у нас может произойти так, как говорил когда-то Жванецкий, да, а вот Родина обиделась и ушла, когда он написал, помните, да, там довольно такой трогательный текст. Поэтому у нас все идет к исчезновению нашего государства, понимаете, вот и все, а я хочу жить дома. На мой взгляд, вы выборы проиграли, ну, не прошли в парламент в 2021 году, в том числе потому, что социалистам, ваши главные оппоненты на тот момент, удалось навязать электорату мысль о том, что усатый способствовал победе Майя Санну на выборы. Не просто способствовал, я вам по-другому скажу, что усатый продался румынам и американцам, и репортажи на «России-24», на других аналах, когда показывали абсолютный монтаж, то есть видно, что лето, деревья зеленые, я в футболке, а они говорят про ноябрь, когда уже листьев не было. Вот смотрите, усатый ходил к Хогану за заданиями, за деньгами и прочим бредом, Антолий, но сейчас вы опять будете поддерживать каким-то образом Майю Санну, ПАС, работать? Послушайте, что значит, вы неправильно, извините, ставите вопрос, я ни в коем случае не ввешиваюсь в вашу работу. Я имею в виду, что вы опять будете, я в 2020 году, перед вторым туром, очень четко сказал, что я не являлся и не являюсь фанатом или сторонником Майя Санну. Но я иду на эти выборы голосовать против Дадона, и против Дадона победа Майя Санну в 2020 году, это результат деятельности Дадона в течение четырех лет на посту президента, а не то, что усатый пошел голосовать против Иванов, Петров и Лисидоров. Я знаю огромное количество русскоязычных людей, которые ненавидели и ненавидят Санну, которые пошли голосовать, потому что их достал Дадон. И поэтому у Майя Санну был этот результат. Почему, если идти по логике социалистов, 2019 год, Дадон президент страны, Майя Санну премьер, как результат коалиции социалистов с Настасой и Майя Санну, да? Зинаида Гречана, спикер парламента. Привожу два примера. Ирина Влах, Башкан Гагаузии. Ирина Влах с Дадоном Гречаном, который пользуется популярностью в Гагаузии на 90%, на очень много, 8-9 цифр очень большая. Поехали в Вулканешты, провели концерт за неделю до выборов. И Петриогло 50, там несколько десятых победил в первом туре, да, на местных выборах. Почему я в Бельцах в 2019 году на вторых выборах для меня в Бельцах набрал там 60 или 70% в первом туре, также приезжал три раза там, Канево Цирдя, Гречанная, Дадон приезжал четыре раза, перецеловал все иконы в бельских церквях. И им не помогло, потому что люди увидели результат работы Усатого в Бельцах и Петриогло в Вулканештах за четыре года. И люди, когда увидели, что ты сделал за четыре года, второй раз они голосуют за твои результаты, а не за того, кто. У нас короткая реклама, после которой мы продолжим беседу с господином Усатым, спросим и о том, для чего он ездил в Лондон после возвращения в Кишинево. Оставайтесь с нами. Вы говорили о том, будете ли кого-то поддерживать впредь на каких-либо выборах. Ну, вы знаете, я получил урок в 2016 году, причем урок за то, что помогал кому-то. В 2016 году вы поддержали Дадона. Я получил урок, когда в 2020 году призвал голосовать против Дадона. Что все говорят, что вот Усатый виноват во всех бедах. То есть четыре года меня пинали в соцсетях и на улице задавали вопросы. Кумай, Путоцы, Ботеску, Лёку, Сазюз, туда-сюда. Сейчас я выслушаю за мая самба. Поэтому сегодня абсолютно ответственно вам могу сказать, что никогда в жизни, ни на каких выборах, если я по тем или иным причинам не окажусь, не буду участником гонки во втором туре, я никогда ни за кого не буду призывать и в жизни буду отвечать только за себя. Так как это было. За, ни против кого-то. Нет, еще раз. Ни за кого, ни против кого-то и так далее. То есть если избиратели не выбрали меня, пусть там дальше разбираться без меня. В этом... Ну и когда человек, в данном случае такой, как вы, занявший третье место в 2020 году, получивший 17% с хвостиком. Да. Правильно. Да. Это очень много. Да. И эти голоса определяющие. Это считается, что вот если человек скажет что-то, то склонит чашу весов. Вы знаете, не совсем так. На эту тему я тоже сделал очень много анализов. Вот смотрите, есть даже телезрители, которые сейчас сами себе ответят на вопрос. Особенно те, которые говорят, что усатый 245 тысяч голосов отдал Майя Санду. Как будто это стадо овец. Огромное количество людей, которые голосовало за меня, когда набрал 17%, значит, не вышло вообще на выборы. Одна часть, безусловно, голосовала за Майя Санду. Это видно по регионам. Другая за Додона, как это было в Бельцах и практически во всех северных районах Молдовы. Понимаете? То есть да, Майя Санду набрала больше, чем набирали до нее правые партии, потому что она играла очень четко. И я считаю, что это было обманом людей. Когда она говорила, никто не будет страдать, я опять буду президентом всех, как это говорил ей Додон, надо признать. И с русским языком будет все окей, то не будем трогать. Я никогда в жизни была, не буду против 9 мая и так далее. Сегодня некоторые выходки ее и лидеров партии ПАС говорят о том, что они, Миша Гимпу, это был еще самый пророссийский политик по сравнению с ними. Он участвовал в саммитах СНГ, по крайней мере. Понимаете? Вот и все. Поэтому... Букет желтых хризантем в ночь после выборов сыграл в СНГ. Анатолий, еще раз. Анатолий, это опять же раздули социалисты. Скажите, пожалуйста, а когда я пришел на мероприятие, которое организовала Ирина Влах, по случаю Дня Гагаузи, или это совпало, как раз она выиграла второй мандат, и я к ней тоже пришел с белыми тюльпанами. То есть, каждый у нас интерпретирует то, как ему выгодно. Понимаете? А то, что делали социалисты, как, например, расскажу вам одну историю, да, после первого тура. Значит, один мой очень близкий друг, я не буду в целях безопасности назвать его фамилию, его знают очень хорошо и у нас в стране, и за ее пределами. Значит, его пригласили после первого тура президентских выборов на одну встречу в Москве. Значит, у него там какие-то небольшие бизнесы. Ваш друг из партии социалистов? Нет, моего друга, которого я знаю с молодости, с которым очень много жизней пришли. Он в партии или нет? Антон, я не хочу никаких объяснить, вы сейчас поймете, почему. Его пригласили на встречу, это было 11 ночи, у него семья, дети, он вышел на улицу, там ждали ребята, отвели его визгушку. Я знаю эту историю. Вы знаете ее, да? И знаете, о ком идет речь, ни в коем случае нельзя назвать. И включили в видеокамеру, его били всю ночь, вот такую голову сделали, где просто говорили, «Скажи на камеру, что Усатый вчера тебе звонил и похвастался, что он взял деньги у Хогана и у американцев за то, чтобы продать самая санда». Понимаете? Вот что значит мерзость и вся эта мерзкая пропаганда, часть которой, к сожалению, живет и сегодня. Если они считают, что Усатый слабый, у Усатого нет команды людей, к чему вся эта бредятина в телеграм-каналах круглосуточная? Один пишет там недоумок, который почему-то называл или называет себя журналистом. Усатый приехал по заданию румынских и американских спецслужб уничтожить Ивана Чабана, Додона и полковника Георгия Кавкалюка. Понимаете? Другие, этот список Рэше, послушайте, перестаньте меня с 2014 года постоянно кому-то приклеивать. У меня в отличие и от ПАС, и от социалистов, и некоторых других партий, не было и нет кураторов, я в них не нуждаюсь. Это они, если куда-то завернут угол наклона, будет слишком сильный, то одни получат по попке, другие откажутся бесфинансировать. Я самодостаточный был человеком, и сегодня, Анатолий, я если хочу построить какой-то бизнес за рубежом, подчеркиваю, за рубежом, нельзя заниматься бизнесом и политикой в одной стране, потому что это все равно будут увязывать, и вместо того, чтобы заниматься страной, нужно будет каждый раз оправдываться, что ты не имеешь ничего с бюджетами и деньгами. Для чего я хочу заработать за рубежом? Для того, чтобы сохранить свою независимость. Это для меня очень важно, понимаете? То есть я не для покупки барахла или еще чего-то. Я только хотел вас спросить, откуда деньги на партию будете брать? Анатолий, сегодня по результатам... Получаете из бюджета. Да, получаем из бюджета. Но этого очень мало для серьезной партии. Вот сегодня, после отъезда Плохотнюка, надо признать, что можно уже было заниматься политикой. Я про 19-й год сейчас говорю, да? И этим можно. Сегодня единственный, кто покупал и раздает, и как-то играет на чувствах бедных людей, это Шор. То есть сегодня никто деньги не раздает, потому что для меня это принципиально важный вопрос. Поэтому сегодня, как ни странно, я вам скажу, деньги не нужны. Я очень рад, что появились разные люди. Вот, например, я встречался там с бизнесменами из районов, которые хотят финансировать, а они не могут. Вот о чем должно сегодня говорить наше руководство страны. Закон о партиях. Что значит закон о прозрачном? Да, проблема не в прозрачности. Я полностью согласен, что обязаны быть любые деньги прозрачны, особенно в политике. Но когда в западных странах, про которые нам говорят с утра до вечера по телевизору, что мы должны стремиться к уровню жизни, развитию экономики, социалки и так далее, можно 100 тысяч евро или миллион евро внести в партию. Если у тебя есть происхождение денег, уплаченные налоги, то сегодня что делают многие бизнесмены? Когда помогают всем партиям, поверьте, и партии ПАС, это было в первую очередь, пусть не строят из себя девственницы, раздают деньги своим сотрудникам, потому что по закону партия могла вносить что-то около, примерно... Но там небольшие суммы. Да, небольшие суммы. Они сейчас и это уменьшили. Когда я говорил одному из депутатов ПАС, когда-то услышал полгода назад, я говорю, слушайте, вы что творите? Преступление начинают совершать тогда, когда закон не позволяет делать что-то... Понятно. Ну, с этим... То есть, если по закону, как меня пытались обвинить два раза при Плохотнюке в контрабанде, я говорю, вы сумасшедшие люди, я задекларировал миллионы долларов, которые я привез в Молдавию, зачем привозить деньги контрабандой, если можно было заполнить декларацию и в стране, когда есть происхождение, и при въезде в Молдову на любую сумму привозить сколько угодно, зачем? С финансированием партии все равно много вопросов. Анатолий, вы это все увидите. Вопрос, который я анонсировал, вы вскоре после своего возвращения в Молдову поехали в Лондон встречаться с диаспорой. У нас Лондон и диаспора имеют двусмысленное значение. Вы уже упомянули фамилию одного полковника, являющегося диаспорой в Лондоне. И не поехали бы в Лондон за деньгами. Послушайте, мне не нравится слово диаспора, и к сожалению... Мне тоже, тем более, что это не диаспора. Я стараюсь, да. Это наши люди, которые вынуждены были уехать, заработать кусок хлеба, чтобы содержать... Диаспора это те, которые проживают там постоянно. На постоянном, да. И я не хочу, чтобы ни его, ни других персонажей как-то привязывали к этому слову, потому что люди, которые пашут за границей, они это воспринимают как оскорбление. Анатолий, в Лондоне я за весь этот период, за последние два года летал три раза. Я спросил вас сейчас. Я бы имя, почему не спрашиваете про предыдущие два раза? Нет, я вас спрашиваю, потому что вы тогда, условно говоря, не были в политике. Вы тогда взяли паузу. Нет, Анатолий, секундочку, нет. Два раза я летал в Лондон до того, как подал в отставку с Примара Бельс. Так вот, скажите, пожалуйста, почему сегодня... Нет, вы не уходите. Нет, подождите, я скажу вам почему. Да. Почему вы меня тогда не спрашивали? Потому что тогда еще не было там Барсиетки, Платона, Кавкалюка и остальных. Правильно. Так почему сегодня, если они туда улетели, тогда я летал не к ним, а сейчас полетел к ним. То же самое, что я сейчас обвиню депутатов ПАС, которые летали летом на море в Турцию, что они встречались с Плохотнюком, потому что Плохотнюк живет между Северным, Кипром и Стамбулом. И эту информацию я опубликовал... В Турции полмолдовы летала. Так послушайте, так полмолдовы обвинить в связях с Плохотнюком? Говорили о том, что... Анатолий, меня всегда... Канду встречался с Плохотнюком. Мне всегда, когда задавали вопросы, в отличие от других политиков, в ущерб своему рейтингу... Вы хотите красиво уйти от ответа. Я не хочу уйти. Я не встречался в Лондоне ни с одним из тех, которых упоминают, ни в комментариях. Я не хочу называть ничего, фамилии, неважно, это Барсетки, Пол Барсетки... Я буду называть. Или какие-то... Говорят, что Вячеслав Платон на выборах 21-го года, на парламентских выборах, финансировал вашу партию, ну, ваш блок... Ну, за какие-то будущие услуги все были уверены, что усатый пройдет парламент. Усатый не прошел в парламент и якобы должен вернуть какие-то деньги Платону или договориться как-то с Платону. Коноплю. Понимаете, ну, как можно такой бред спрашивать? Я... Вы с Платоном встречались после того, как он вышел из тюрьмы? Да, встречался. Да, я с Платоном встречался. Один или два раза, не помню. Кто выбор? То есть после того, как он вышел из тюрьмы, я с ним встречался. Но чтобы Платон финансировал меня, это из той же рубрики, что... Меня Плахотневук финансирует. Из той же рубрики, что мне американцы с румынами дали деньги за МСМ. Это бредятина, которая с 14-го года меня постоянно пытается кому-то приклеить. Плюс, Анатолий, я не могу брать деньги у кого-либо. И сейчас говорим не про Платона, а говорим вообще про людей, которые имеют какое-то влияние на те или иные процессы. На других временных жителей Лондона и не только. Не-не-не, и даже те, которые в стране. Знаете почему, Анатолий? Когда ты берешь у кого-то, и не важно, мало или много, ты автоматически обязан. Посмотрите внимательно на меня и представьте себе, что вот до 44 лет, сколько мне недавно исполнилось. Я вот прожил абсолютно свободно. Абсолютно говорил все, что я думаю. И я всегда говорил правду, почему в 44 года должен стать пидорасом? Вот просто объясните мне, если я таким не являлся никогда в жизни и не буду, понимаете? И я говорю вам это абсолютно искренне. Не ругайтесь, пожалуйста. Я не ругаюсь, я цитирую, понимаете? Потому что никто в этой стране, вот давайте по-честному, вы человек... Ваша мама смотрит, ей не понравятся некоторые слова. Анатолий, вы когда-то, ну, без того, что занимались бизнесом каким-то, да? Знаете, очень много бизнесменов. Только медийным, да. Да-да, я не помнил, каким вы говорите медийным, я не знал, что... Вы знаете, в стране всех бизнесменов, крупных, мелких... Нет, далеко не всех. Анатолий, ну, очень многие, давайте так скажем. К чему вопрос? К тому, что, поверьте, наша страна настолько маленькая, что даже Плохотнюк, возбудив мне и моим примарам около 30 уголовных дел, мне не смогли возбудить ни одного уголовного дела по коррупции, например, в Бельской мэрии, пока я там был. Мне не смогли сегодня, как другими... Вы слышали хотя бы на слуху, что Усатый возил мясо, возил... Понятно, вы никому ничего не должны в Молдове. Я никогда, я вам другое скажу, я никому не должен ни в Молдове, ни за ее пределами. То есть меня, когда я сидел в Москве и проживал в 10 минутах от ключевых зданий, где находится и руководство страны, и спецслужбы, и так далее. И я выходил и говорил, что Игорь Кулек, и я его критиковал за то, что он сотрудничал с Плохотнюком и за коррупцию. Я же его не критиковал за социализм, за доктрину социалистической партии. Я просто говорил, что он в кармане там или в трусах Плохотнюка. И я это говорил, сидя в Москве, не сидя в Молдове. И очень многим людям это не нравилось. Про Россию мы поговорим после рекламы. Ведь очень многим людям это не нравилось. То есть скажите мне, вы знаете сегодня, что в России говорить то, что не нравится некоторым или многим представителям высшим эшелонного власти, это ты себе подписываешь приговор очень быстро. А я говорил то, что я думаю, потому что я говорил, что я говорил и говорю правду. Также сегодня, если партия ПАС пользуется мощнейшей, не партия ПАС, неправильно, Майя Санду пользуется поддержкой лидеров большинства стран мира. Такой поддержки не было ни у одного политика в истории молдавской политики. То есть она обогнала Филат, она обогнала Сир. Но сегодня, если я не согласен с ее какими-то заявлениями и решениями, то мне для того, чтобы понравиться некоторым западным посольствам или лидерам, я буду пить дифирам? Нет. Если у меня, я сейчас там разбираюсь ситуацией с Молдова-ГАЗ. Я разбираюсь с некоторыми фирмами, которые были раньше Кумната, ой, Кумната, брата Дадона, Саши. Сейчас там засунул свой нос туда молдавский Маленков, он же Спыну, доминатор. Понятие? У меня вот это все подтвердится. Дом не фереште си аштябты пидэнши, поймите. Ждем новых разоблачений. Нет никаких, послушайте, это не разоблачение. Просто один пример приведу. Если я сейчас получу фактуру, что при Дадоне эти фирмы имели накрутку на некоторое оборудование в Молдове-ГАЗ 100%, а сегодня 210%, то я из Андрея Спыну, из доминатора сделаю потерпевшего. Понимаете? Вот и все. По поводу компромата и Плохотнюка. Влад Батрынчев неделю назад в моей передаче задал вопрос, где знаменитый компромат на Плохотнюка от Усатого. И я вас хотел спросить вообще про Плохотнюка. Как вы расцениваете его заявление о том, что он тоже вернется в политику? Скоро. Послушайте, начнем. Я посмотрел, думал, что мама написала, но не мама. Во время рекламы посмотрите. Значит, на тему заявления господина Батрынча. Я понимаю, что вся их риторика, все их действия и все, что они делали. И когда типа были в оппозиции при Плохотнюке, и когда были в коалиции с Майей Сандой, с Андреем Настасом, и когда были с Шором, где они кричали, что мы никогда не будем в коалиции. С Шором Додон украл миллиард, Шор показывал пустые сумки и так далее. То есть это беспозвоночная партия, которая будет делать то, что ей скажут их кураторы. Если они скажут быстренько под плащ Майя Санду, то они там будут. Если вам скажут идите к Усатому, они придут к Усатому. Скажут идите к Кирине Влах. Им даже если скажут быстро возьмите ГИМПу первым замом партии, они это сделают. Там слова нет не существует. Поэтому вот эти их оценки, оценки некоторых политиков, знаете, как в той пословице. То есть когда, как сказать так, чтобы и правильно, и не ругаться. И цензурно. То есть понимаете, даже у любого самого красивого павлина задница все равно похожа на куриную. Понимаете, вот так и Батренча, понимаете, с его заявлениями. Значит, да, касаемо Плохотнюка и Кавкалюка, и многих других персонажей, мне удивительно сегодня, что кроме дела Печика, по-моему, еще какого-то бизнесмена, ну, который там сфабриковали дела за патроны, там, изнасилование и так далее, я не видел других уголовных дел, связанных с деятельностью Плохотнюка, Кавкалюка и многих других людей. Анатолий, это не коррупция, это мы говорим про уголовные дела и компромат против Плохотнюка. Когда на тему Плохотнюка не вызывает ни один прокурор, ни один следователь, говорит, подожди, слушай, а вот вам подбрасывали молотовые коктейли и снизу там подкладывали газету нашей партии. Вам пытались организовать, вам пытались закинуть 30 тысяч долларов со счета какой-то пьяницы, там, женщины из Москвы, то есть то, что нашли, кстати, на обысках кое у кого по краже миллиарда, и они об этом молчат. А Плохотнюк по-прежнему на Северном Кипре, по вашим данным? Да, ну, я не, прям последнее время не мониторил, но могу четко сказать, ну, последняя информация, которая была, что он кроме Северного Кипра и Стамбула, Турции никуда не выезжает. Но с ним вы не встречались последние сколько лет? Нет, Плохотнюка я не видел очень много лет. Антоний, послушайте, вот вы меня спросили про Платона. Видел Платона? Сказал, да, видел. Некоторые коллеги ваши спрашивали меня про других. То есть, если я видел, говорю, видел. Опять же, понимая, что некоторые это начнут раскручивать, как сидел этот, о, этот, Кисов, Перчун на дебатах. А вот Плохотнюк, если был у вас на день рождения 12 лет назад, правда, что, скажи мне, твой друг, я скажу, ты тут, ты все это вытаскивал? Видел Платона, сказал, видел. Плохотнюка, если не видел, очень много лет, то есть, по крайней мере, я вам так скажу. Я его не видел, дадон последний из всех политиков, который с ним встречался, понимаете? То есть, я его видел намного раньше. Вы упомянули господина Батрынича, партию социалистов. В прошлой передаче я также задавал вопрос о том, видят ли они партию Усатова, нашу партию, в этой новой платформе общая повестка. Он сказал, что не отвечает за всех, но мы считаем, социалисты, что не нужно тратить время на бесплодные дискуссии, не собираюсь комментировать заявление Дадона, который появляется традиционно в Молдове накануне перед выборами. То есть, намек был такой. Я извиняюсь, можно я попрошу вас, ваших коллег, Анатолий, можно попросить не спрашивать ни их, ни других вот этих, которые сами поменяли разные цвета звездочек и пилоток, в том числе некоторые поменяли и привод, передний на задний, не задавать вопросы, связанные со мной. Я собираюсь строить партию. Вот заниматься там, как построить Урашу Индустриал, там для... Вопрос мой заключался в том, кто ваши политические оппоненты, кто ваши партнеры. Готовы ли вы участвовать в этой общей повестке, которая считается платформой левых партий, с господином Ткачуком, с Иваном Чабаном, с Ионом Кикой и так далее? Вы спросили это у одного из руководителей партии социалистов. Да, и буду спрашивать и других. Которые? Ну тогда услышите то, что я когда-то сказал у вашей бывшей коллеги Натальи Морарь про одного полковника. Понимаете? Будете меня спрашивать, я вам, честно, буду отвечать, и вы перестанете спрашивать, чтобы вас не штрафовали каждый раз, когда вы меня спрашивали. Вы видите с кем-то из них сотрудничество, партнерство, обсуждение... Вы спросили представителя партии, которые были коммунистами, стали... Нет, чуть-чуть социалистами. Вы уже все сказали, какая плохая партия социалистов. Никакая плохая. В партии социалистов есть специалисты, и есть многие нормальные ребята, как и в других партиях. Так вы готовы с ними сотрудничать? Готовы сотрудничать? С Марком Ткачуком, с Урабом Тодором. Готовы сотрудничать? У Ткачука, послушайте, у Ткачука есть много специалистов, я всегда это публично говорю. Есть много специалистов партии Иона Кику, который является хорошим, очень хорошим финансистом, экономистом, с моей точки зрения. Я всегда говорю правду, вы поймите, сегодня, если в ПАЗ, во время правления ПАЗ, есть некоторые проблески, как, например, одно из предприятий, за которое переживал всегда, даже до Молдавии, это железная дорога Молдовы. И когда у меня были такие очень, ну, скажем так, мрачные прогнозы, не мрачные прогнозы, а когда вот господин Тофилат там выиграл конкурс и стал директором ГП «Железная дорога Молдовы», я как-то, ну, человек не изнутри. Я очень скептически смотрел, но когда я вижу, что сегодня это единственное предприятие, и я бы сказал, даже министерство, ведомство, называйте как хотите, там госпредприятие, оно в условиях войны, которая идет у наших соседей, то есть он с колен поднимает предприятие, я вижу, что там происходит, я слышу это от людей, которые там работают. То я скажу правду, если Нику Попеску делал правильные шаги, правильно представлял страну, я говорил правду, если бы Марчелл Спотарь работал министерством труда и социальной защиты, я же не говорю, что он... Вопрос был про общую повестку. Нет, а про общую, а социалисты что? Социалисты. То есть он говорит, что с УСАТом мы договариваться не будем. Так он вам сказал, я не смотрел программу. Сказал, что не буду комментировать, не стоит это комментировать. Ну вот, зато с Пелядеме, они все же кричали, партия Пелядеме, партия воров, там оказался этот, как его дедушка? Господин Делил. Да, господин Делил. Говорили не будут с Шором, сделали нутро. У нас реклама, вы же это сказали. У нас еще одна короткая реклама на ТВ-8, после которой мы поговорим и о текущей ситуации, и о войне в Украине, оставайтесь с нами. Обсуждение темы о том, кого поддерживаете, не поддерживаете, телезрители пришут и во время передачи. Игорь Плешко уж думал, что от вопросов от телезрителей отказались. Нет, не отказался. Я планирую, я распечатал вопросы загодя и планирую задать много вопросов телезрителей. А господин Плешко задает вопрос господину Усатому, не продается ли партия по примеру Демпартии? Ну вот опять же еще. Опять туда же. Не продается. Я понял. Антоний, это... Закрываем это. Нет, извините, но этот вопрос я воспринимаю как оскорбление. Я этот вопрос воспринимаю как, ну что значит продается партия, а что это, с теносовцами или что? Ну вы о чем говорите? Да почему вы так говорите? А вы же пытались, вы покупали партию, когда вы... Опа! Когда вы заходили в молдавскую политику. Воля, внимательно сейчас, пожалуйста, когда... Подождите, подождите. ...такие моменты происходят, показывайте по телевизору и лицо боли. Пожалуйста, пожалуйста, можно... Нет, когда вы так оскорбляете... Что значит вы покупали... Как будто вы не знаете, что на молдавской политической сцене есть 70 партий, кажется, из которых 2 трети, если не больше, на продажу. И вы в свое время, когда вам отказывали при Плохотнюке в регистрации партии... Так почему вы решили, что я купил? Вот послушайте. У господина Андроника вы взяли партию просто так, он вам вот... А почему он ее продал? Можете объяснить? За поману дали. Это была партия, которая очень много лет, очень много лет не функционировала. Почему Андроник должен был ее продать? Она очень много лет не функционировала. Не функционировала. Да. Вот. Сегодня партия... Он вам ее подарил? Есть 8 примаров городов. Он вам ее подарил? Сегодня, послушайте, сегодня, почему все продается? Это знаете, как из рубрики? Вот я вам задам вопрос, и вы честно не ответите. Потому что люди... А я наперед вам говорю, что вы честно не ответите, Анатолий. Пожалуйста. Почему? Вы давали взятки сотруднику ДПС, гаишнику хоть раз же? Да, давал. Молодец. Так вот, смотрите. Это, правда, было давно, в последнее время невозможно давать. А вы продавали что-либо из того, что вы создали? Я продавал. Связано с вашими принципами. Что вы продали? Продавал бизнес, покупал. Нет, нет, стоп. Подождите. Когда-то создал газету, потом продал долю в этой газете. Бизнес купить и продать можно, но вы говорите про людей. Партия – это примары городов, сел, советников и так далее. Вы хотите сказать, что в молдавской политике ничего не продается и ничего не покупается? Нет, в молдавской политике продается и покупается почти все. Почти все. Это не имеет никакого отношения к нашей партии. Продолжаем вопросы телезрителей. Борис Гончар. Рената Георгиевич недавно заявлял, что осуждает Россию за войну в Украине. Вот об этом я хочу, чтобы вы поподробнее рассказали. И вопрос телезрителя, как Рената Георгиевич расценивает роль батьки Лукашенко в этой войне, учитывая тот факт, что именно он был для усатого когда-то примером для подражания. Хороший вопрос телезрителя, я бы его не задал. От себя. Вопрос номер один. Не знал бы. То, что произошло после 24 февраля прошлого года, да, в моем понимании мир не просто поменялся, мы перестали узнавать друг друга. То есть, когда я видел и вижу, что писали и пишут или там заявляют некоторые мои знакомые, артисты, ученые, бизнесмены. Я говорю сейчас про тех, кто и жили, и живут в России, и живут в Молдове, и в той же самой Украине. Я просто шокирован. Для меня, как для человека, который родился в Советском Союзе, который очень много лет прожил и проработал в Москве. Я все свои, ну, все взрослые годы своей жизни, скажем так, да, то есть, 23-24 года мне было, когда я туда переехал жить, хотя я ездил туда с детства. Как человек, который знает очень многих людей, которые помимо, ну, которые родились в Молдове, но они являются сегодня и гражданами России, некоторые являются гражданами Украины. И когда в том числе и наши граждане, граждане нашей страны, граждане Молдовы, имея второе гражданство, одни воюют с российской стороны, другой с украинской. Это для меня нонсос. Я не могу сегодня оправдывать какие-либо военные действия тогда, когда умирают люди, умирают дети, умирают пенсионеры, умирают, когда я видел младенцев, годик ребенку там и так далее. То есть, Анатолий, это просто ужас. И сегодня попытаться оправдать то, что я слышал и в публичном пространстве, да, что Украина хотела напасть первой. Послушайте, я знаю украинцев, знаю русских. Если бы, объясню по одной простой причине, почему Украина не могла напасть на Россию. Потому что очень многие. Вы посмотрите, вот если бы не начало Россия, начало Украину. Если бы Россия напала бы хотя бы на одну деревеньку в Брянской или Курской области, Анатолий, вы бы увидели десятки миллионов россиян и граждан России, которые живут за пределами России много лет, Увидели бы их в очередях километровых в военкоматах, понимаете? И в очередях в посольстве. Защищать Родину. Защищать Родину. Но когда сегодня, я видел, что произошло с той же мобилизацией, Когда сегодня, я вообще считаю, что тут мы не должны сильно углубляться в анализ, Особенно как наши политики дают военно-техническую уже оценку ракетам, бомбам. Когда Гроссу всю жизнь был учителем, он комментирует каждую ракету, Но не комментирует ни одной другой ситуации, связанной с реальными проблемами нашей страны. Я осуждаю эту войну. И для меня, вы знаете, когда я увидел, я нашел видео одного известного человека у нас в стране, Я даже себе это выписал и хочу это прочитать, потому что этого человека знают очень хорошо. И в нашей стране, да, его знают во всем мире. Ну, в России, в Молдове его знают все, потому что это был прямым участником нашего преднестровского конфликта, да. Который, генерал Лебедь, да. Значит, генерал Лебедь, после того, как он воевал в Афганистане, Участвовал в других локальных конфликтах, после того, как он участвовал в преднестровском конфликте. Я хочу прочитать, тут нельзя ошибиться. Я знаю. Я хочу, чтобы это знали телезрители, услышали, которые говорят на русском языке. Можно на ютубе. Это человек, который прошел войны. Есть три важные вещи. Еще раз, это цитата, это не мое мнение. Первое. Всякая война, сначала тупик, потом катастрофа. Второе. Всякие войны, даже если это войны столетние, заканчиваются одним. Переговорами и миром. И стоит вопрос, стоит ли наградить город покойников, наплодить вдов, сирот, пустить по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все равно сесть и договориться. И третье, то, что меня убило. Каждая мама рождает сына, ждет внуков. Каждая мама считает своего сына. И не важно, этот сын православный, мусульманин. Иван или... И она точно его не рожала для того, чтобы его естественную жизнь оборвать осколком или пулей. Понимаете? Поэтому... Есть еще одна цитата, когда он говорит о том, что... Я считаю, что было дезинформировано высшее руководство Российской Федерации. И ту войну, которую развязала Россия, я считаю, огромной ошибкой. Было дезинформировано руководство Российской Федерации. Кем было дезинформировано? Послушайте, вы как считаете, что кто-то им, президенту России же, докладывал о том, что вот-вот на нас готовят наступление? Вот-вот уже жители Харькова, Одессы там с транспаратами готовы нас встречать и так далее. То есть вы считаете, что Путин мог поверить такому бреду, извините? Послушайте, я знаю точно, что Путина, как и президента любой другой страны, кто-то, специальные люди, службы, информируют. Понимаете? Потому что не может он знать ситуацию ни в Украине, ни в Молдове и так далее. А как он очень много лет знал, например, то, что ему пишут про Дадона. А сейчас вы увидите, Игорь сейчас создает новую партию, Молдова-Унита, ну, которая была у Цуркана. По крайней мере, там уже, там, они окапываются по районам и так далее. Вот, кстати, пусть Батрынчи и все остальные лучше займутся своим разделом фракции, созданием опять новых там каких-то там розовых фуражек и так далее. И пусть интересуются Мишина. Поэтому, Анатолий, да, очень много людей говорят о том, что, а где же вы были, когда умирали женщины, молодежь в Одесском Доме профсоюзов? А я выходил тогда и говорил, что те нелюди, которые сожгли заживо этих людей, им сегодня, ну, просто их нужно закапывать, понимаете, неважно, живыми или мертвыми. И когда я вижу, что вот вы молчали, послушайте, я никогда не молчал и всегда говорил и буду говорить правду. Да, я считаю, что власти Украины виноваты были в том, что они не провели никаких расследований, не опубликовали информацию. То есть, если бы они провели реально расследование, было возбуждено дело и наказали бы виновных, меньше было бы сегодня этих интерпретаций. Но там ситуация, как и у нас, когда у нас украли в Кишневе Чауса этого судья, и я вышел и сказал, да, украли его украинские спецслужбы, там, служба военной разведки Украины. И они, извините, и они были на работе. То есть, это украли не бандиты, не бандиты, они выполняли задачу Родину привезти коррупционера. И когда наши это им разрешают, то это проблема нашей страны, понимаете, за то, что допускают такие вещи, что этому нет. Абсолютно. Агрессия на другую страну является агрессией на другую страну. Есть еще прекрасная цитата Лебедя, когда он рассказывает о том, какие лучшие воины. Он говорит примерно так, лучшие воины это не те, кто заканчивал академии, учился, военной службы, а те, кто пришел домой и нашел разрушенным свой дом, погибшим жену и детей. Вот эти воины становятся самыми лучшими, и они очень долго живут, потому что им нечего терять. Поэтому, Анатолий, это ужасно то, что происходит. Я очень надеюсь, что в кратчайшие строки сядут за стол переговоров, эта война закончится. И сегодня я категорически не согласен, вот именно по этому примеру, что я хочу, чтобы эта война быстрее закончилась, с выходом Молдовы из СНГ и абсолютно бестолковые заявления нашего высшего руководства страны о выходе из СНГ, когда сегодня, являясь не просто членом СНГ, а также являясь членом Евразийского экономического союза, как Казахстан... Наблюдатель. Почему наблюдатель? Казахстан входит в Евразийский... А, про Казахстан. Про Казахстан. Я имею в виду, что президент Казахстана вышел и сказал, я никогда, мы не признаем независимость Донецка, Луганска, Херсона и так далее, и так далее. На этой же площадке должна была быть президент нашей страны и убеждать, потому что без диалога это ничем никогда не закончится, так как это делают лидеры других государств. А не так, не, мы не хотим в СНГ, ну и Межимон Европа, на Америку, ну что-нибудь. Вы что делаете? Сегодня, это то же самое, как я сказал, когда я увидел, это, кстати, второй или единственный пост из немногих политических, которые я там публиковал, когда отправили вспынок Миллера, я написал, ребят, это как поедет мой водитель сегодня решать вопросы страны с Ангелой Меркель, понимаете? То есть, вот мы сегодня имеем цену 1200 евро на газ, при том, что страны, которые открыто поддерживают Украину оружием, продовольствием, горючим, они платят 600. Я знаю, что скажет сегодня господин доминатор, потому что ситуацию с Газпромом я начал разбирать. Он скажет, ну тогда было 1200, мы боялись, чтобы он не стал 2000, как бы поступил сегодня я, как руководитель? Я бы эти 1200, ну все, купили их, имеем в резервах, ничего с ним не сделаешь. Этот газ бы держал бы в хранилище до лета, когда люди очень мало потребляют газа, ну на газовые плиты, а сейчас бы купил за 600, и пока идет отопительный сезон, Анатолий, люди бы не имели сегодня самого дорогого газа в мире. Скажите, что нереально сделать из того, что я вам сказал по газу? Когда сегодня можно... Дело в том, что по 600, цена, которая сейчас на спотовом рынке, продается очень малое количество газа, и его скупают те страны крупные, которые много потребляют, и реально для Молдовы они не успевают закупать. Анатолий, я сегодня буквально проверил информацию на разных биржах. Значит, то, что я увидел сегодня, не погрузившись в процесс, но я вам это делаю, я вам это в ближайшее время докажу, я имею в виду, что это реально то, что я говорю. Значит, даже если то, что свободно, ну то есть маленькие объемы, никого не интересуют, да? Даже сегодня, я когда говорю про маленький объем, это не менее 100 тысяч кубометров газа, да? Вы понимаете, что 20 сделок таких в день, это 2 миллиона, это 2 миллиона кубометров. А вы представляете, что такое совершить 20 сделок по закупке газа в день? Анатолий, Анатолий, потерпите еще чуть-чуть. Хорошо. Я вам покажу, извините, я вам покажу, как совершить 40. Я жду, когда Рената Усатый зарегистрирует фирму «Энергия-2» и будет закупать газ. Анатолий, извините, вот я сегодня видел конкретные площадки в Румынии и в Австрии, где там было свыше 100 тысяч. Скажите, пожалуйста, покупать даже 50% того, что мы потребляем в день, по цене в два раза дешевле? Рената Георгиевич, я за то, чтобы покупать дешевле. Анатолий, тогда почему мы сегодня платим самую высокую цену? Почему? Потому что как бы тебе не нравились сегодня, если вы унионист, если вы кричите, что только Америка нас спасет и только Европа и так далее, есть два варианта. Первое. Вы договариваетесь с внешними партнерами и болтаете все, что угодно, и закрывают полностью разницу между реальной ценой на газ и той, которую платит сегодня Молдова. Один выход. Второй. Поехали в Москву. Не так, как Доминатор. Доминатор поехал, там ресторан, там выпил. Плюс он подписывал договор, не владея русским языком. Я, когда подписывал с Баташанами как примар договор, несмотря на то, что я на государственном языке, говорю, с детства, да, учился в русской школе, я говорю, ну посмотрите, нет тут подвоха, что-нибудь, чтобы я сейчас не подписал случайно из-за каких-то закамуфлированных фраз, чтобы я случайно не подписал там объединение с Румынией. Спыну не имел права, так как он для него, для всех людей цвет фиолетовый, для него виолетовый, для всех шоколад, для него чоколадка и так далее. Понимаете? То есть нельзя было отправлять его. А вы уверены, что сейчас, если бы, не знаю, ни господин Спыну, другой, поехал бы в Москву и договорился получить газ по 300 долларов за тысячу кубов, вы уверены, что этот газ дошел бы до Молдовы и мы не остались бы совсем без газа в условиях войны в Украине? Уверен. Уверен. Объясняю почему. Почему? Анатолий, сегодня, когда есть экономический интерес у Украины, Украина, так как это война, значит, даже по тем населенным пунктам, которые они оставляли. Кутузов, когда вступал, сжег в Москву. Да, он потом вернулся, причем вернулся жестко, так что это сегодня в учебниках всемирной истории. Но сегодня, почему Украина через свою территорию пропускает газ на Евросоюз? Русский газ. Газ, как они называют, еще раз, а их называют русских террористами. Потому что с Евросоюза получают вооружение и поддержку. Плюс, потому что русские за это платят. То есть они воюют с Россией и получают газ, деньги, как за поставку в европейские страны, так и в Молдову. Плюс, я не сказал, что кто-то должен был ехать в Москву унижаться, ходить под столами. Но прийти, я знаю, послушайте, у нас очень много примеров, когда лидеры разных государств, маленьких и больших, получили другую цену на газ. Понимаете? Сегодня, почему Эрдоган уже строит хаб по хранению газа разных видов химической промышленности для сельского хозяйства? Извините. Почему Украина, которая сегодня в хороших отношениях с Путином не закрыли рейсы на Россию, но они сейчас, пожалуйста, вот вам плавучие электростанции, вот вам, пожалуйста, байрактары. Это как называется? Это называется, что там есть дипломатия, а у нас дурдом и сбоку бантик. Вот и все. Понимаете? Это называется там, что там есть сильная, мощная страна, с которой считаются. Вы ушли от вопроса, вообще не ответили на вопрос нашего телезрителя о том, как вы относитесь к господину Лукашенко. Послушайте, я первого своего посещения Белоруссии в детстве, последний раз я там был в 2019-2020 году. Я понял, я имею ввиду после 24 февраля. Ваше отношение изменилось или нет? Мое отношение к стране, как Белоруссия, к лидеру ее Лукашенко касаемо то, как он себя ведет во многих случаях, когда разбирается с чиновниками и коррупционерами. То, что не развалили ни одного совхоза, колхоза, а построили новые. То, что есть мусорные, урны для мусора в лесах и на полях, чего нету. То, что сегодня дороги в Минске получше многих европейских городов и Москвы. И за это, и то, что он был председателем колхоза когда-то, и он стал председателем колхоза национального уровня. То есть, имея колоссальный опыт. А есть сегодня забавные кадры, которые находятся с визитом. Но когда он, когда били молодежь, я имею ввиду протесты в Минске сейчас, не 24 февраля. Я вышел и сказал, что я это осуждаю, категорически не приемлю. Еще раз, я никогда не пытался никому понравиться. И сегодня, когда все критикуют Путина, есть вещи, которые нужно признавать. Если бы не война в Украине. Я помню Россию при Ельцине. Я помню Россию после Ельцина. И Путин поднял Россию с колен, и многие вещи в стране изменились. Я помню визит многих мировых лидеров на чемпионат мира по футболу, который был в 2018 году. Остается дождаться, что будет после Путина. Каким он принял Россию и какой оставит Россию. Я очень надеюсь, что, еще раз, то, что происходит сегодня в Украине, и даже то, что происходит в России, не только в Украине, наступит день и виновные с обеих сторон будут наказаны. Потому что было достаточно провокаторов и в Украине, но это не значит, что нужно было бомбить мирных жителей, уничтожать целые города и села. Я этому никогда не найду. Вы сказали про Лукашенко, но вы не сказали, как вы относитесь к его заявлению о том, это его историческое заявление, что если бы Россия не напала на Украину, то Украина бы напала на Россию. Я уже ответил на этот вопрос, я в это никогда не поверю. И он это говорил на фоне карты, где красные стрелы были в сторону Молдовы. Послушайте, мне тоже не нравится, когда... Ладно, эту тему оставим. Есть важный момент, но окей. Вы осуждаете войну России против Украины. Конечно, осуждаете. А вы не опасаетесь потерять часть электората, потому что часть вашего электората поддерживает войну. Не моего электората, а часть граждан Молдовы. Да, в вопросах сегодня половина за Россию, половина за Украину, но 50% вопросов говорят, что виноваты те и другие. И я больше всего, даже осуждая войну в Украине, все-таки отношусь к тем, что виноваты в том числе были украинцы, потому что были открыты провокации. Да, я уверен в том, что Украина бы никогда не напала на Россию, это просто чистый билет. У нас реклама, мы вернемся через несколько минут. Я постараюсь после паузы задать вопросы телезрителям. Мы вернулись в студию, последняя часть нашей программы. Я, как обещал, постараюсь не обидеть телезрителей. Некоторые вопросы я задал, а сейчас задам еще. Виктор Нестриану, чтобы закончить с темой войны. Как у господина Усатова с начальной военной подготовкой умеет ли водить бронетранспортер и оказывать первую медицинскую помощь? Как вообще оценивает увеличение государственных расходов на армию и службу безопасности? Бронетранспортер и Ролл-Сройс это разные вещи. Анатолий, я бронетранспортером не водил, но умею водить. Техника очень похожа на бронетранспортера, но это не танки, не бронетранспортеры. Да, я могу управлять лодками, кораблями длиной до 24 метров. У меня есть удостоверение и права и российский, и европейский. Вопрос в другом. У нас повышение цен на медикаменты. У нас сегодня часть правящей партии покурила, улетела на небо и забыла оттуда вернуться. Мы обсуждаем, умеет Усатый водить бронетранспортер. Я ни в коем случае не хочу обидеть никого из телезрителей. Сейчас и другие вопросы будут. Ну, что это самое. Сегодня, да, я говорил о том, что армия в том виде, который у нас есть, никуда не годилась и не годится. И вот эти изобретения, которые сегодня пытаются придумать правящая власть, они ни к чему хорошему не приведут, кроме того, что они как пьяный кролик залез под медведя и пытаются его разбудить от той спячки. И я не поддерживаю сегодня большую часть из тех программ и реформ, которые они делают для и в Министерстве обороны. Я говорил, что чем держать вот казармы голодных молодых ребят, которые смотрят через забор, часть его ждут там сигарету, жвачку там и так далее. Давайте мы уменьшим их количество. Это будет, специалисты должны посчитать, сколько их должно быть, две или три тысячи, или пять. У нас примерно так, вместе с гражданским персоналом, по-моему, шесть тысяч. Анатолий, так может быть их будет две или три, еще раз, специалисты. Но это должны обутать где-то ребята по последнему писку моды, военные имеются в виду. Понятно. Пользоваться современным оружием, понимаете. Его нету. Опять, послушайте. Его нету. Анатолий, ну давайте не это самое. Борис Гончар, тут несколько вопросов его я задам. Ранее господин Рената Георгиевич утверждал, что с коррупцией власть должна бороться так же, как и Глеб Жеглов. Его вор должен сидеть в тюрьме. Чем же наша власть не Глеб Жеглов, чтобы расправиться с коррупционерами? А также, чем она не Данила Багрова, у которого сила в правде? Сила в правде это у нашей правды. Сила в правде это девиз моей жизни очень много лет. И со студенческих лет. И не девиз партии, это мой личный девиз жизни. На тему, почему они не Жегловы. Когда ты борешься с подонками и негодяями, еще раз, борешься как, я говорю сейчас про спецслужбы, я не говорю сейчас про премьера, президента или спикера парламента. Когда сегодня для решения задач, еще раз, приведу операцию Чауса, они выкрали своего коррупционера и Чаус, если бы не война у нас был скандал, уже признался в этом через несколько месяцев, когда нашелся. И он сказал, да, меня украла служба военной разведки Украины. Потому-то, потому-то. Чтобы компенсировать, выдали андронаки? Ну, был это бартер или нет, я не собираюсь утверждать, но они отдали андронаки так же, как забрали отсюда Чауса, это очевидно. Поэтому сегодня, когда спецслужбы борются и ситуация с Жегловым, когда он говорит, послушай, этот негодяй, да, я сейчас нарушил закон, его арестовав, но вчера там из-за него повесилась женщина, у которой осталось ребенок, который там убили, там побили, там изнасиловал. То есть, вы понимаете, нельзя сравнивать абсолютный идиотизм, который происходит сегодня, какой Глеб Жеглов, господин Гончар, когда 15 человек, которые продались сначала оптом от Воронина Плохотнюку, от Плохотнюка продались Шору, не, стоп, продались Промолдову, и сейчас все были оправданы. О каком Жеглове вы говорите? Был бы Глеб Жеглов, сегодня бы они писали так, что у них паста бы закончилась. Вопросы этого житель-раздителя, который спрашивает, как расцениваете последние события правосудия от оправданных фигурантов в деле Ландромат и депутатов-перебежчиков, вплоть до скандала вокруг конкурса на должность Пичекокс? Как, по мнению Ушатова, справляется со своей должностью Вероника Драголин? Вы посмотрите, это очень много вопросов, на которые отвечу в лаве детально, обещаю, я у вас их запишу, потому что я коротко скажу, что то, что сегодня у нас происходит в стране, это больше имитация борьбы с коррупцией, чем то, что... Это больше имитация борьбы с коррупцией. Сегодня, Анатолий, даже если бы они... Вот у Плохотнюка был когда-то один из первых телепроектов, шоу Дестару или как там называлось, ну в общем, там чуть ли не молдавский вариант за стеклом. Я вот бы за стеклом сегодня, поверьте мне. Если бы Плохотнюка, Андронаки и многих других людей, вот посадить бы не в тюрьму, а за стеклом, но режим такой же, тюремный, то есть ничего не меняем. Они бы сегодня... Но говоришь бы, ребят, больше не воруйте, а работайте на страну, то у нынешней власти были бы лучшие результаты. Потому что когда воровала деньги организованная группа лиц во главе с Плохотнюком, деньги страны, людей, банковской системы и так далее, то да, усерд государству был нанесен в сотни миллионов евро, долларов. Мы с вами это знаем. Но сегодня почему-то одного обвиняют, что 30 миллионов лей нанес ущерб, другой 40. Они все кричали про миллиарды, те, кто говорят о власти, понимаете? То есть сегодня из-за того, что у нас в стране не демократия, а анархия, просто обелечиваются бизнесмены. Многие, правда, сами платят и так далее. То есть при Плохотнюке они организованно, условно, крали там 200-300 миллионов в год. Сегодня из-за дебилизма и анархии, потому что многие процессы... Я это хотел добавить. Власть не в состоянии ими управлять и контролировать. Ущерб государству сегодня больше, чем от всех шуров, Плохотнюков и тех, которые... Процессы судебные сейчас как проходят? Арест, 30 суток, еще 30 суток, еще 30 суток, перевод под домашний арест, потом под подписку о невыезде и потом освобождение. Вот сегодня Топалы, бывшего директора Молдавской железной дороги, перевезли в домашний арест. А зачем? А можно было Топалы сказать, слушай, приедь под домашний арест. Следующий Андронаки, наверное. Как Саакашвили делал в Грузии. Такая же ситуация, как у него по железной дороге. Саакашвили как сделал? Вот я плохо отношусь к очень многим вещам, которые он делал, но то, что он став президентом первый раз. Так, сколько украл на железной дороге? Тот говорит, ему руководитель дороги или министр транса не помнит, говорит, 20 миллионов. Говорит, нет, вот специальные люди посчитали, ты украл 63. Три оставь себе, 60 строишь в аэропорту, от аэропорта в Белизи до въезда в город автобан за свои деньги. Понимаете? И вот так бы наша власть больше бы нас собирала. А так, как говорил господин Кашу, рыбалка на телеканале Discovery. Поймали, сфотографировали и отпустили. Красавец. Ну, вы как рыбак. Ну, и я рыбак, да, я же тоже фотографирую и маленьких, и больших, и отпускаю, понимаете? А эти, понимаете, они даже не рыбаки. Я на рыбалку хожу, и все нормальные рыбаки пользуются удочкой, спиннингом. Они пытаются поймать рыбу вилами или граблями. Вот и результат налицо. Вопрос от этого же телезрителя. Александра Стояногла называли адвокатом Платона, когда тот покинул территорию Молдовы благодаря действиям генпрокурора. Могли Стояногла не выпускать Платона из тюрьмы, хотя бы потому, что на имя Платона были заведены другие уголовные дела? Вы знаете, я не согласен категорически с высказываниями. И то, что желтая пресса и все желтые руководители это трезвонили с утра до ночи. И вот эту подставу, которую мы сделали в новогодние праздники, якобы оформив на его супругу акции какой-то компании Платона в Киеве. Я могу одно сказать. Во-первых, высказывание, что у Платона должна была быть ограничительная мера, это нужно спрашивать с прокуроров, которые вели дела. Я имею в виду, которые имели возбужденные дела на него, не те, которые были закрыты. После того, как его отпустили из тюрьмы, должны были быть ограничительные меры. По тем делам. По выезду из страны, по другим делам. По тем делам. Но еще раз, это вопрос к прокурорам, которые вели. Может, прокурор выходит с инициативой на руководство, причем, то есть, и может просить ограничения на выезд из страны, разрешение выезда там, разрешение там судей. Ну, я всех процедур не знаю, но... Как не знаете, вы прошли через раку. Я знаю, что Стойногла честный, порядочный человек, и если что-то было недопущено, то есть, какие-то были допущены нарушения где-то внизу, его там, исполнителями на тот момент, ну, сотрудниками прокуратуры, я не считаю, что его нужно сегодня обвинять во всем. Это то же самое, что если некоторые мои очень близкие коллеги, но поговорим в другой раз, Бельской примарии воровали деньги, и воруют их сегодня, и у бизнесменов, и у бельчан, то как обвинить усатого в коррупции? Да, это были мои... Мы сейчас как раз перейдем к этому. Вы утверждаете, что, уверен, что господин Стойногла честный, порядочный человек? Анатолий, я из всего того, что узнал, ну вот поймите, если у меня не было ничего про незаконные схемы, я имею в виду, там, Гроссу, спикера парламента, Папиевску, министра труда, я об этом никогда не скажу. Понятно. И также, будучи одними из самых информированных людей... А вот вы информированный человек... Я никогда не получил. Вы информированный человек, тут вам задают много вопросов про Платона. А Платон честный человек или нет? Вот в его споре с плохотником, с Шором. Послушайте, я вам так скажу. Мы познакомились с ним там в начале... А, кстати, вот можете в любое время ему позвонить, там, или кто-то сможет спросить, правда, то я сейчас скажу или нет, на тему, что он мне там что-то давал на те выборы. Значит, 2014 год, за две недели... То есть мы познакомились с ним незадолго до того, как я пришел в политику. И он на одной из... Через одного нашего общего знакомого в Москве, тот позвонил и говорит, слушай, так и так, возьми Славу в первую десятку, он дает 5 миллионов долларов. Будет он 7-й, 8-й или 9-й, не важно. Вы не единственные, кому предлагали такие. Послушайте, при чем тут это? Я имею в виду, я, еще раз, не 500 тысяч, не миллион, не два, а пять. Я сказал, что Слава, ни он, ни товарищи, они такие же не могут быть со мной. Да, мы с Платоном встречались в Москве много раз. Еще раз, это и так же, Анатолий, я и с Плохотнюком, он прилетал ко мне на день рождения, да, это было до политики. Я прилетал в его ночной клуб в Драйв, но никто никогда не вытащил, что вот усатые с Плохотнюком создали какой-то бизнес, создали какую-то схему. Как и встреча с Платоном в Лондоне. Анатолий, представьте себе, как я буду выглядеть к вами, перед вами, не так, как я сказал в программе час назад. Вот представьте, выйдет фотография, через 3 года, через 10, да. Там же много молдаван в этом. Нет, они молдаван, периодически фотографируют и Платона. Платон вместе с другими там клиентами, они там все просят политическое убежище в Великобритании. Раз. Сегодня кто-то из спецслужб, неважно какой страны, опубликует эту фотографию, опубликует через год, через три, через десять. Наш буду выглядеть не просто плохо, а буду полным негодяем, перед вами как человеком, не ведущим этой программы. Понятно. У нас совсем мало времени, и я хотел обсудить ваше политическое будущее в контексте предстоящих выборов местные органы власти. Баллотироваться будете? Когда, куда, не понял вопрос вашего. Местные органы власти. На пост. Есть три варианта. Это, опять же, не четыре, а три. У вас? Нет, у телезрителей, вот у того, что я вижу. Давайте. Примария Кишинева, примария Бельц, и вот Николай Усатый, не знаю, родственник ваш или просто однофамильный. Нет, однофамильный. Это общественный. Да, он задает вопрос, будете ли вы баллотироваться на пост примара Гидеича, потому что примар должен жить там, где он руководит, а вы большее время находитесь в Гидеиче. Послушайте, это вот он, и есть там еще несколько активисток подобных, товарищу Николаеву, да. Анна Тринканова. Который, да, который, вот Усатый не сидел при Марии. Послушайте, так могут говорить только люди, которые в жизни ничего не добились. И не имеют перед собой каких-то серьезных задач, не из-за того, что они глупые или необразумные, нет. Из-за того, что они не видели, что есть сегодня в мире, и ни к чему стремиться. Я не обижаю телезрителей. Я хочу сказать, когда меня критиковали за поездки постоянно на форумы в Москву, в Дубай, в Мюнхен и так далее, что вот, послушайте, сидел до меня Панчук Василий, примаром, всю жизнь. Имел две командировки в Черновце, одну в Венеции. Как может примар сегодня предложить какое-то современное решение для города, когда он не знает сегодня, что происходит в мире? Когда он не посещает... Баллотироваться будете? Баллотироваться куда? Анатолий, моя задача сегодня строить новые структуры, реорганизовать существующие, встретиться с нашими всеми примарами. Меня ждет огромная работа. Буду ли я... Вы лично. Буду ли я лично куда-либо выдвигаться или не буду, и почему буду, или почему не буду, мы вам сообщим, когда будет это решение принято. Конкуренцию Иону Чебану не хотите составить? Послушайте, что значит конкуренцию составить Иону Чебану? А почему составить Иону Чебану? Ваня пока работает, я то, что вижу, как преображается Кишнев, как бы его сегодня желтая пресса не гасила, я вижу, как преобразовывается город, и это нужно признавать. А те, кого они выдвигают на его место, значит, я бы не доверил им даже сторожить арбузы в огороде, понимаете? Вот вопрос от того же телезрителя я пропустил. Ион Чебан и партия МАН, это независимый проект? Сложно ответить, когда не уверен, не хочу говорить. Ясно, но вы сказали в самом начале, что либо примар, либо лидер партии, вот совмещать... Должен быть, да, совершенно верно, то есть примарами и лидером партии совмещать невозможно. А, тут еще, вот был и четвертый вариант, насчет Аргеева, не хотите ли баллотироваться, или Фалешта? Анатолий. Телезрители много вариантов предлагали. Сегодня, когда в стране за последний буквально год-полтора официальная прибыль, которая во времена Додона, Плохотнюка, Филата, официальная прибыль Молдова-Газ была 20-25 миллионов лет. Сегодня, когда решением вспынул комиссии по чрезвычайной ситуации в стране, значит, у нас увеличилась за год прибыль Молдова-Газ на 120 миллионов лей. Вы слышите, Анатолий? Да, да, да. При всех было 25. Зачем сегодня накачивать Молдова-Газ этими деньгами, когда вот эти 100 миллионов лей, абсолютно выдуманные, непонятно куда они еще идут, с этим нужно будет разобраться, когда сегодня эти 100 миллионов лей по 3200 компенсаций малоимущих граждан могли бы получить помощь 30 тысяч семей. Когда сегодня от решения чрезвычайной комиссии, которая может все, никто не поднял вопрос, почему в Молдове зарегистрировано 4000 видов медикаментов, в Приднестровье 8, в соседней Румынии 18. Что я хочу этим сказать? Вот подорожали лекарства, все говорят, ребят, проблема не в том, что они подорожали. Во всем мире подорожание на 7% и по сравнению с подорожанием на хлеб и на продукты первой необходимости, это еще не сильное подорожание. Претензия моя заключается в другом, что из-за абсолютной безграмотности в управлении страной правящей власти, сегодня, а, эта комиссия может завести любые медикаменты в страну, не проходя эту длинную нудную регистрацию. Если, например, этот медикамент зарегистрирован, например, имеет сертификат в Германии, то в Молдову его можно завозить, в Румынии можно, в Америке можно, в Россию, неважно откуда. То есть им не хватает сегодня на элементарные вещи. Сегодня любой врач вам скажет, что чем больше на рынке спектр лекарств, тем качественнее и дешевле лечение. У нас сегодня касса национального страхования, извините, тратит... От выборов ушли на газ и оттуда на электроэнергетику. Тратит 2000 лей на бабушку, чтобы ее вылечить. Но никто, ни вам, ни людям не говорит о том, что эта бабушка вызывает три раза скорую, из-за того, что не из-за халатности врачей, или из-за того, что не умеет лечить. Из-за того, что не хватает у нас всех медикаментов. И я, и многие мои знакомые сталкивались с этим. В Европе прописали лечение. Приехал в Молдавию. Почти ни одного, либо ни одного из этих медикаментов. Вот что значит, когда в стране есть менеджер. А наше управление страной, все сводится к тому, привезем магазин одежды и магазин Uber с экономического форума в Давосе. Одна из, да не одна из, это, я думаю, площадка номер один сегодня, где руководство страны, знаете, как единственный вариант снизить цены на лекарства? Это обратиться к компании Pfizer и другим крупным гигантам в мире. Скажите, ребят, мы очень маленькие. У нас 3 миллиона, из которых 1,5 миллиона на заработках. Рынок мизерный. Дайте специальную цену на Молдавию, а не обсуждать трусы. При нынешнем дефиците на лекарства и на все остальное, на маленький рынок дадут цену. Господин Усатый, мы говорили про выборы местные. Если у вас не будет, если вы не будете баллотироваться в Бельцах, у вас будет свой кандидат или вы готовы поддержать господина Григоришина? Анатолий, господин Григоришин уже третий день вместе с Григорием чуть-чуть на Молдавском, чуть-чуть на Русском пишет уже речь. Они там уже делят советников. Он у меня в передаче сказал, что может баллотироваться от партии Перемьев. Он не может, он точно будет. Он говорил и с другими партиями. Это же ваше выдвижение. Николай Григоришин очень много лет, с моих студенческих лет, был моим другом. Очень коротко. Я крестил его детей. Это был человек, который держал все удары и выполнял все поручения в разные ситуации, в разные годы. Николай Григоришин позволил себе сделать то, что не позволено сделать даже моему родному брату, я бы не просил, то, что сделал Григоришин. Аберг цинизма не Григоришин. Коля показал свое лицо. Что сделал? Но когда я вижу одного там политика, который там ходит по телеканалам, рассказывает, ну, я сказал Григору, почему я не оставил примаром, исполняющим обязанности, мэра Григоришина. Я ему сказал. И тогда же я ему сказал, что я, у меня сейчас, у меня нет другого кандидата. Вельца. Но Коля меня настолько убил. А убил чем? Что он сделал? Убил тем, что он сделал. Послушайте, я не хочу. Вы не будете говорить. Я не хочу это говорить, но это недопустимо, то, что он сделал даже брату. А если Григор такой борец коррупции? И, короче, поговорим попозже. Он это самое, знаете... Господина Григор, обязательно задам эти вопросы. Не, а что задавать? Мне просто неприятно, когда он говорит, что я позвонил усатому, и вот давай, потому что выиграет Шор. Григоришин мне рассказывал с советниками, что они хотят спасти город от социалистов. Которые вот все украдут, уничтожить и так далее. Послушайте, я знаю, зачем он пошел, к сожалению. И он знает, зачем он пошел. Ладно, тему местных выборов... Они будут в октябре-ноябре, поэтому есть еще время обсуждать эти вопросы. Я думаю, что у нас будут все-таки досрочные парламентские выборы. И правящая власть, я хочу сказать только один месседж к завершению нашей программы. Начинаете тему 30 секунд, да, у нас 30 секунд только. Я хочу правящей власти запомнить, просто так пролистать историю и четко для себя понять, что так и то, что происходит у нас сегодня в стране, люди долго терпеть не будут. И в истории пусть найдут очень много примеров, что даже рабы встают. Спасибо. Люди у нас не рабы и молчать, и сидя на коленях не будут. Это отдельная тема. Вы не сказали раньше про досрочные выборы. Мы его обсудили, поспорили, потому что досрочные выборы в условиях 63 мандатов довольно сложно добиться. Ну, я говорю, мы еще... Государство нужно строить не мечтами, а расчетами. Расчетов сегодня я не вижу, и люди во всей стране... Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Уважаемые телезрители, это была новая неделя с Анатолием Голе. До встречи в понедельник на ТВ8. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!